доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день понедельник 7 мая и давайте посмотрим с чем у нас начинается текущая торговая неделя и я напоминаю что у нас сегодня как и всегда каждый понедельник 18.30 по москве таллину киеву риге пройдет вебинар на котором мы разберем каждый инструмент уже более подробно с точки зрения долгосрочной среднесрочной перспективы встреча проходит как всегда на нашем youtube канале но сейчас посмотрим что происходит внутри торгового дня и начнем как всегда с пары евро доллар по паре евро доллар тенденция нисходящая сохраняется ближайшие цели по снижению это область 1.1830 а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения которые были зафиксированы на прошлой неделе в четверг на уровне 1.2011 по паре британский фунт американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется предпосылки для снижения это область 1.3399 а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме пятницы который был зафиксирован по цене 1.3585 по паре американский доллар канадский доллар общее направление остается восходящим все еще мы торгуемся в рамках того боковика который формируется уже вторую неделю а ближайшие цели это уход выше максимальных значений уровня сопротивления который находится на отметке 1.2917 этот максимум мы показывали в пятницу ну и движение далее по направлению 1.3011 в свою очередь если пара сможет закрепиться ниже минимальные значения которые были зафиксированы 30 апреля и 5 мая на уровне 1.28 то в этом случае можем ожидать более затяженную коррекцию в область 1.2613 а по паре американский доллар японская иена на текущий момент тенденция нисходящая коррекционная сохраняется подошли к следующему уровню поддержки минимум 24 апреля в том случае если пара сможет преодолеть отметку 108.65 то ожидаем снижение до в область 106.79 а ближайший разворотный уровень для данной нисходящей формации находится на максимуме пятницы на отметке 109.26 если пара сможет сегодня закрепиться выше данного уровня то ожидаем возобновления роста с ближайшей целью на 110 ровно и далее по направлению 111 а по паре австралийский доллар американский доллар на текущий момент формация восходящая которая началась на прошлой неделе у нас пока сохраняется ближайшие цели роста это область 75.84 далее 76.97 ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме который был зафиксирован а в пятницу на отметке 74.91 более важный уровень находится на минимальном значении 1 мая это отметка 74.71 так как эти уровни находятся довольно таки близко друг другу порядка 15 пунктов то все-таки основным а лучше считать самый минимальный то есть ответственно минимум 1 мая пара евро фунт продолжает свое движение восходящие ближайшие цели роста это область 88.77 ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме пятницы отметка 88.14 если еврофунт сможет закрепиться ниже данного уровня то ожидаем развития коррекционной нисходящей информации по данному активу золото продолжает свой рост который также начался на прошлой неделе в четверг сегодня уже с утра обновили локальные максимумы ближайшая цель роста это вас 1329 следующая цель движения на 1360 данный сценарий будет являться актуальным до тех пор пока мы торгуемся выше минимальные значения которые были зафиксированы в пятницу на уровне 1307 именно там сейчас находится ближайший разворотный уровень так уже максимум с последней коррекции у нас был обновлен поэтому за золотом тоже будем следить нефть марки brent в пятницу и сегодня показывает активное восходящее движение подошли к области сопротивления максимум 30 апреля и ближайшие цели это движение в области 78 19 в свою очередь ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме который был зафиксирован в пятницу по цене 73 91 а тенденция восходящая общая сохраняется и нефть ожидаем уже в области 78 а по индексу dax также сохраняется восходящая тенденция напомню на прошлой неделе мы преодолели область сопротивления на отметке 12 тысяч 639 и возобновили свой рост уже на 2 мая на соответственно ближайшие цели роста это области 12 тысяч 978 а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме 3 мая на четверг это отметка 12 тысяч 657 по биткойну общее направление среднесрочное долгосрочное восходящие сохраняется но в рамках часового таймфрейма вчера мы видели торговлю ниже минимумов которые были зафиксированы в субботу эта отметка 9318 что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент приводит фазу коррекционного нисходящего движения на цели по снижению эту область 8800 ну а возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальные значения которые были зафиксированы вчера воскресенье на уровне 9 тысяч 852 и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях всем спасибо и до свидания